Я сюда приезжала ремонтировать машину. Ремонтировать машину. О том, что это усадьба, я даже не знала. Вы знаете, и многие не знают. В советские годы на территории усадьбы Тимохова-Саласкина располагались разные учреждения. Пионерский лагерь, ДОСААФ, автомастерская, сауна с дополнительными услугами. Как было и что стало. Около 200 миллионов рублей уже инвестировано компанией «Пальмирогрупп» восстановление усадьбы. Восстановлено 80% построек. И это всего лишь за год. У меня мурашки по телу. У меня мурашки по телу потрясающе. Совершенно потрясающе. В 19 веке в этом помещении трапезничали купцы. Мы же с вами окунемся в ресторанную жизнь. Кухню обещают русскую купеческую. Название ресторану дадут семейные традиции. Пока взрослые отдыхают в банкетном зале, дети будут заняты в игровой комнате или на детской площадке близ ресторана. Здесь разместится кафе-кондитерская. Здесь пекарня, где планируют проводить мастер-классы для детей и взрослых. А это помещение под ремесленные мастер-классы, например, по гончарному делу, кузнечному. Центральное здание усадьбы станет залом торжеств. Здесь будут проходить костюмированные мероприятия, разместится музей. Место историческое, прекрасное. Все оставили практически в том виде, в котором первоначально было сделано. Донор усадьбы – гостиница. Ее планируют построить в Листимахово. Конечно, усадьба должна жить и развиваться. Но без дополнительного финансирования это просто невозможно. Мы планировали, что доходы от гостиницы частично помогут нам в этом, что мы будем развивать дальше парковую зону, саму усадьбу. Иначе без этого финансирования жизнь усадьбы недолговечна. Она просто рано или поздно развалится. Есть люди, в видном, которые высказывают сомнения по поводу ее строительства. И это удивляет. Гостиница планируется высокого класса на 150 номеров, со спа-центром, бассейном, конференц-зоной, рестораном. Общий банк вакансий по проекту – 200 рабочих мест. 150 из них планировалось на гостиницу и 50 – на усадьбу. Егор Кончаловский, председатель комиссии по культуре и развитию народных промыслов Общественной палаты Московской области, сказал, что своими глазами видел, как замечательно Пальмира обустроила заброшенную территорию у бывшего завода ЗИЛ в Москве. И потому он за то, чтобы видным у компании все получилось. Но здесь принципиально важен диалог с общественностью. Видное – великолепный город, прекрасные места, но абсолютно негде остановиться. Туристы, частные гости, гости, которые могли бы приехать и организовать здесь конференцию. Ну, негде, абсолютно негде. Конечно же, гостиница нужна городу, очень нужна. Адекватно надо понимать, что просто так ничего не делается. У государства нет денег, и в нашем бюджете, в нашем городе тоже нет таких денег, чтобы восстанавливать усадьбу. Спасибо, что они пришли и будут делать. Компания «Пальмира Групп» за небольшой промежуток времени выполнила гораздо больше, чем все предыдущие инвесторы. Реставраторы за год работы доказали свое трепетное отношение к этому историческому месту. Они максимально сохраняют первозданный облик зданий. Проект гостиницы был разработан так, чтобы ни в коем случае не нарушить архитектурный ансамбль усадьбы. Никаких новых подъездных дорог или иных объектов, претендующих на захват части прилегающей территории, не предполагается. Предполагается преобразить всю прилегающую территорию, в том числе и Тимоховский парк. Предполагается сделать этот исторический уголок визитной карточкой города, туристическим местом, местом для отдыха горожан. Кстати, вход в усадьбу будет бесплатным. Строители готовы к конструктивному диалогу с горожанами и готовы доказать, что пришли сюда всерьез и надолго.